Под полярной звездой, над вечной мир золотой, под таким девизом в столице республики с 27 по 30 октября прошел всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 58-го трудового семестра. Об итогах этого масштабного события нам расскажут наши гости. Рада представить вам Василину Лукину, первого заместителя по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия, и Николая Тарасова, командира Якутского регионального отделения «Российские студенческие отряды». Доброе утро. Доброе утро. Какие можно, несмотря на то, что всего-то три дня проходил слет, тем не менее мы знаем, что очень много мероприятий прошли в эти три дня. Какие самые основные, запоминающиеся, можно отметить? Ну, для начала, конечно же, необходимо отметить, что именно в год молодежи у нас прошел впервые всероссийский слет студенческих отрядов. И если на уровне России слет был приурочен окончанием 58-го трудового семестра, то в Якутии мы приурочили слет в году молодежи и 50-летию студенческих отрядов в Якутии. Именно вот 50 лет назад, в 1967 году, у нас в Якутии началось движение студотрядов. И действительно программа слета была очень насыщенная, начиная со спортивных мероприятий. Это всероссийская спартакеада студенческих отрядов, творческих конкурсов, это всероссийский творческий конкурс студотрядов, образовательные, это семинары, тренинги, дискуссионные площадки. Ну и встреча с нашими почетными гостями, это с заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Также нас посетил заместитель министра образования Российской Федерации и руководитель Федерального агентства по делам молодежи и Росмолодежи. И, конечно же, в отличие от других слетов, у нас, так как слет был приурочен 50-летию студотряд в Якутии, пришли встречи с ветеранами студенческих отрядов, пришло торжественное открытие памятника приуроченного 50-летию студотрядам, который был установлен на территории студгородка. И вот выпустили юбилейную книгу, которая рассказывает о развитии, остановлении студотрядов у нас в Якутии, начиная с 1967 года. Николай, ну вы как непосредственный участник данного мероприятия изнутри все это видели, ощутили сами. Один из организаторов. Да, вы являетесь одним из организаторов. Можете наверняка рассказать, какими впечатлениями запомнились, данное мероприятие запомнилось участникам? Ну, хочу сказать, что все российские слеты до города Якутска, они обычно проходили промышленные города, русские города. То есть ни разу еще все российские слеты национальной республики не проходили. Поэтому для участников было очень интересно, потому что был национальный колорит, была изюминка, можно сказать, и слет у нас вот прошел совсем не похожий на другие. То есть у нас прошел, допустим, зима-город, фестиваль, именно где мы показали свою национальную культуру. И, конечно же, такие вот именно какие-то национальные особенности проведения мероприятия. То есть все узнали, что такое ОГОХАЙ, все узнали, что такое УРОЯХАУ и так далее. Ну, очень хорошие отзывы были в социальных сетях от участников, да, от разных городов. Да, вот хочу сказать то, что слет, он должен иметь тему. То есть Челябинске, когда вот, получается, проходил, там было в год 70-летия Великой Отечественной войны. То есть Лузунг там был трудом когоазь победа. В Новосибирске там в прошлом году темы не было, поэтому слет такое, как можно сказать. Ну, он был хороший, но не запоминающийся. А в этом году у нас вот тема была вот зима-город над вечной мерзлойтой под полярной звездой. Поэтому как бы очень такая хорошая особенность была, и ребята все были впечатлены. Но многие стали свидетелями, что российские студенческие отряды — это не только дружба, да, это не только общие интересы, это еще и место для... Можно найти свою судьбу, в общем, да. Было место для романтики и на данном слете. Я, кстати, предлагаю посмотреть, предлагаем посмотреть на экраны телезрителям. Как это было? Алина Антонова и Владислав Бондаренко. Кстати, откуда они, с какого города? Получается, они из разных регионов. Девушка из Удмуртии, а парень из Красноярска. То есть в 2014 году, во время всероссийского слета, юбилейного, вот девушка как раз, она поймала свадебный букет в Кремлевском дверсе. И как бы очень символично, что вот парень, зная то, что она поймала букет вот на данном мероприятии, делала предложение для девушки. Это было очень, да, волнительно и красиво. Где планируется слет в следующем году? Слет будет проходить в следующем году Ростова-на-Дону. То есть они прошли рейтинг, вместе с ними боролись в Санкт-Петербург, Крым, но в итоге решили, что слет будет проходить в Ростове-на-Дону. Спасибо, уважаемые гости. Мы желаем вам плодотворной работы, хорошего дня, отличного. Спасибо.